В истории каждого народа есть события, которые влияют на весь дальнейший ход. Истории кардинально меняют то, что казалось незыблемым и вечным. Таким в истории Ингушетии в 20 веке стали 44 и 92. В силу того, что события 1992 года случились относительно недавно, и подавляющее большинство ингушей помнит о них лучше, ведь пострадали их родные и близкие, а большинство так и не вернулось в свои дома и не вернется, пока существует Россия. Национальная травма на сегодняшний день не зажила и не заживет, потому что не восстановлена справедливость, не покараны виновные, а государство, которое руками своей армии, а также приданных им подразделений карателей из числа осетин, предлагает ингушам поверить в существование мифического осетино-ингушского конфликта, а не русско-ингушского конфликта, где осетины исполняют роль эсэсовцев при вермахте, а ингуши должны, по версии Кремля, бесконечно, бесперспективно обсуждать с осетинами условия возвращения ингушей в свои собственные дома на ингушской земле, которая, по утверждению самого главного русского фюрера, никогда не будет возвращена ингушам. Сам конфликт вошел в историю в основном благодаря зверствам именно осетин-кударцев, поверивших в то, что зверства по отношению к мирному ингушскому населению приведут к тому, что ингуши испугаются и откажутся от своей земли. У себя дома они пошли еще дальше. В Южной Осетии в 2008 году, уже после победы России над Грузией, осетин и кударцы просто стерли с лица земли несколько грузинских мирных сел, а жители, которые успели убежать, живы. Судьба остальных очевидна. Но судьба большинства карателей из СС, судетских немцев и прочих, отличившихся во время Второй мировой войны, активных пособников, нацистов и палачей, известна. Как известно, Россия никогда не удовлетворялась просто территориальными захватами, грабежом и насилием на оккупированных территориях. Россия всегда хотела уничтожить религию, язык, культуру, национальную память. А самое главное – изменить саму природу народа, который жил на захваченной ими территории. Много лет они пытались сделать из ингушей верноподданных. Потом советского человека. А последние 30 лет – россиянина. Возможно, худшего из всех видов человека на земле. Циничного, жестокого, бессовестного, готового на любую подлость, ложь, лицемерие и жестокость. Как говорил в свое время один из идеологов русского нацизма Холмогоров, если ради России нужно врать Богу, то соврем и Богу. Так вот, в Ингушетии им уже удалось вырастить небольшое число россиянцев или россиян, как выражался ЕБН. Их пока меньше, чем гомосоветикус, но число их растет. И в этом состоит главная опасность нашего нахождения в составе России. Захваченные земли мы вернем. Мы призовем к суду и ответственности виновных, даже если им будет под 100 лет. Но мы уже никогда не сможем сделать из россиянина или россиянца ингуша. Последними из россиянцев в открытый эфир вывалился Адам Яндиев по прозвищу Борода, который несколько минут исполнял танец гейши перед кударцами в Цхинвале, рассказывая о своем уважении к тем, кто кидал ингушских младенцев на съедение голодным свиньям. О своей любви к тем, кто отрезал ингушским женщинам груди и прижигал об их тела более 200 окурков. О своем восхищении Тедееву, который был самым активным образом участвовал в геноциде ингушского народа, массовых казнях, изнасилованиях, пытках и глумлениях над трупами, в том числе и десятков яндиевых. Но его это не волновало. У россиянца нет чести, нет совести. Их ему заменяет Путин. А после Путина будет любой другой шмутин, лишь бы он сидел в Кремле и поддерживал манкуртизацию, русификацию ингушей. Так вот, послушав его, я лишний раз убедился, что ингушский народ находится в самой большой опасности за всю свою историю. Молодежь будет отправлена на пушечное мясо в Украину. Старики и дети будут добиты русской медициной. А наша родина достанется таким, как борода россиянцам, которых не пошлют на фронт и будут лечить в ЦКБ за их верное россиянство. Именно поэтому нам, ингушам, нужна независимость от России. Поэтому ингушам нужна их ингушская армия, защищающая ингушское государство. Чтобы на ингушскую землю никогда не ступала нога оккупанта, его кударского пособника и бородоподобных россиянцев.